Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Видео, завораживающий русский, где мы говорим о самых интересных словах русского языка. Меня зовут Татьяна Климова. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы получать новые видео. Также большое спасибо членам клуба «Русская дача», благодаря которым это видео возможно. Они покупают абонемент у меня на сайте, чтобы получать видео и подкасты каждые пять дней. И я могу для вас делать эти бесплатные видео. Сегодня у нас очень интересное слово. Это «непринуждённый». «Непринуждённый». Очень интересно, что это значит. Вы видите, что есть «не», и также есть «принуждённый», «нужно». «Нужно», когда мы должны что-то делать. «Непринуждённый» – это значит «свободный», когда у нас нет ничего, что нам нужно делать. Обычно мы говорим это об об обстановке. Обстановка – это атмосфера, ситуация. О голосе, о вечеринке, о человеке, о позе. Поза, непринуждённая поза и так далее. «Непринуждённый» значит «спокойный», «без стресса». Вот, без стресса. Релакс. Давайте посмотрим несколько примеров. Два примера. Например, меня пригласили на вечеринку. Сейчас опять ситуация лучше в мире, можно встречаться. Ура! И я спрашиваю, а у вас есть какой-то дресс-код? Дресс-код. Есть? Дресс-код – это что мы, как мы должны одеться, какую одежду. И моя подруга может сказать, нет, нет, у нас будет очень непринуждённая обстановка. Непринуждённая обстановка значит «тебе не надо надевать вечернее платье, тебе не надо надевать твоё колье из бриллиантов, диадему». Непринуждённая обстановка значит «нет никакого стресса, спокойно». Но спокойная обстановка значит, что мы будем спокойно сидеть и, не знаю, играть, может быть, в карты или что-то делать очень спокойное. Непринуждённое – «нет, может быть, мы будем танцевать, говорить, музыка, но нет никакого стресса, что нужно надевать». Второй пример – мы идём на эту вечеринку, и там мы видим президента страны. Например, женщина – президент. И мы видим, что наша подруга говорит с президентом очень спокойно, очень непринуждённо, то есть без стресса. «Ха-ха-ха-ха-ха! Как у тебя дела, Татьяна?» Например, президента зовут Татьяна. И мы потом говорим подруге, «ты говоришь с президентом таким непринуждённым тоном». Непринуждённый здесь значит «спокойный, свободный, без стресса». «В непринуждённой позе, непринуждённым тоном». И подруга может сказать «да, это моя тётя, например, президент страны, это моя тётя, я её хорошо знаю, поэтому я говорю с ней непринуждённым тоном». Вот такие два примера. Пишите, пожалуйста, дорогие друзья, как вы поняли это слово. Значит, поза непринуждённая, тон непринуждённый, обстановка непринуждённая и так далее. Пишите, ставьте лайк, подписывайтесь. И до следующего видео. Пока-пока.